Я очень мало, к сожалению, знаю об этом проекте. То, что я успела почитать, мне дало представление о том, какой важный труд делают эти люди, и большое им спасибо. Мне кажется, что музыка является таким, знаете, что ли, самым чистым путем в душе человека. Может, потому что это такая чистая эмоция, она ничем не опосредована, как стихия, как архитектура. Поэтому это очень важно. Вырастешь и увидишь, как медленно ты росла, скольких оставила наедине с собой. Комната высотой в полтора весла, не дом тебе, собеседник тебе любой. И эта привычка везде, куда ни придешь, ищешь свое. Камешек в сером песке. Случайно увидела в зеркале надпись риф Гош, шок вверх, печальная кровь на северном языке. Вспомни детство. Видела себя старой, но боялась той комнаты, где каждый, как за обедом, был глух и нем. И думала, только бы не уйти раньше времени, дара не превращать в обмен. Вырастешь и увидишь. Маленький круглый дом. Новый отец. И ты его не узнала. Что там было с тобой внизу, поймешь потом. Будешь в растерянности сначала. Да, можно из этого. Единица природы. О себе ли ты видишь сон? Леса от тебя уходит, и сова на тебя не глядит. На электрических синих деревьях не тает снег, и ни один предмет не идет тебе в руки. И вот ты выходишь на обе стороны, и туда, и туда, как из дома с широким сквозным парадом. Что-то одно? Нет, не надо. Быль. Человек вышел к реке. Не мешайте никто человеку подтянуться на турнике, посмотреть на реку, поводить большой головой, без ясной речи, то на дом лесной, то на дым человечий. Вот холодный пирс, стылый плес, лодки стоят ровно. В поселке Визябаш медведь унес зимовать к себе Ольгу Петровну. Устал, говорит луговой человек, голова моя портится, исчезает. Здесь появились животные, которых не узнают, цветы, которых не знают. Устройся сам, говорят ему, а мы привыкнем. Кто молоком напоит взрослого человека, кто отдохнет подросшего человека. Вот полевые люди, родственники твои, иди к ним. Палыч идет по дороге, горит его борода. Катька, тут все золотое, пляшут передо мной золотые стада, желтые травы стоят в покое. В новых домах, построенных здесь недавно, мне хочется жить, золотой заниматься ленью, ждать тебя, ничего не трогать. Кто море не видал, любой воды, как тихий дождь, болтается, гляди, когда уснешь. Кому бы говорить издалека, передвигаясь медленно и рано, Кузнецкий мост, Кузнецкая река, Тоскана, Простые вещи ждут и там, и тут, и не меняются, лишь только глухие одуванчики плывут по швивой горке. Первые две строчки, это так моя дочка трехлетняя выразилась. Мама, качай меня в небо, зеленое колесо, пока бабочка летит к своим бабочатам. Я найду песок, раскопаю лопаткой все, сохраню и потом распечатаю. Кто же к нам приходил, кто же меня будил, кто уснул вместо меня в моей кровати, никого не узнать, кто меня торопил. Люди легкие ходят вокруг, закрывают глаза, плачут. Я работник картин, напишу, что приснится мне завтра, кто в окошке покажется странной без ног половинкой, руками в подарках. Кому блин, кому уксус, кому мне. Напишу рыбу, рыба муксун, рыба мусун, плыви бесшумно в этой стране. Дамиля говорит, там он у нас катался на лошадь, на ишак, ходил с братом след в след, собирал воду. Примерно пять лет, невысокий, плоский затылок, сходил, как большой, за площадку, постоял в полоборота. Чем заняться в Москве маленькому Рахману? Московский митрополитен обращается к вам с удивительной просьбой. Мам, с удивительной. Выйдешь ночью в пустыню Москвы, рассмеешься. Здесь нет никого, кто бы с тобой гулял, водил тебя за руку, показывал на деревьях, говорил, смотри. Только холодный песок под шахматными фигурами, где-то лежит человек под одной простыней, осторожно идет и бросается листьями бурыми дождь стальной. Утром придут высокие люди фигуру передвигать. Кто там из прошлого? Выйди на свет и живи, на голове ходи. Что я помню с детства еще? Ничего не помню. Этот день не прошел, эта лодка не уплыла. В ней сидит мой отец, коми-мальчик, и до него мне сорок лет по течению вниз, по памяти, без весла. Это мы под второе августа из жизни вышли и услышали, как над ней вырастает дождь за всю жизнь один. И увидели, наша лодка снова плывет по вишере. И был вечер, и было утро, день львин. Посмотри, высоко венгерский мальчик залез, на туда нельзя красную вышку за магазином. Едва не упал, это ладно, увидел сверху и рот разину. Вспомнил слово какое-то странное, какой-нибудь онтогенез. Залетай ко мне в рот, любая муха, любая лиса. Помнишь, перебегали площадь, играли, самим себе жить мешали. Ты похож на эту вон там лошадь, дядя Шандр. Круг за кругом, виток за витком, оборот непричастный. Без печали ловец, без капкана охотник. Для чего на такие широкие лыжи встаешь, если в жизни не хочешь ни перепела, ни беляка? Даже он говорил, все Курехин и Чехов, то безумные огоньки, то тоска. Но во всем одинаково смотрят на человеков, люди с высокого высока. Одинаково быстро и тяжелые, и легкие тени пробегают передо мной. Не смотри, Господи, отдай мне маленького оленя, золоторогого, светящегося изнутри. Спасибо. Я думаю, вы убедились, что мои слова были справедливы. Сейчас, перед тем, как Юлия Тузова и Юлия Тюльникова выйдут на эту сцену, мы немножко еще расскажем про еще один наш проект, исторические танцы в больнице. На самом деле, перед вами должны были тут танцевать вальс, контрданс и так далее. Но те, кто готов был вечером в понедельник прийти и выступить, в последний момент все свалились. Кто с температурой, кто с давлением. В итоге, вместо танцев буду здесь стоять я и рассказывать, чем фактически хвалиться, как мы весело проводим время. Потому что, на самом деле, я слушаю и я восхищаюсь тем, чем занимаются люди. Мы, пожалуй, в самой легкомысленной части происходящего, потому что мы занимаемся танцами. Исторические танцы это социальные танцы с 15-го до начала 20-го века. Ну, по крайней мере, то, чем мы занимаемся. Сценные танцы это когда люди приходят пообщаться, потанцевать, посплитничать, особенно, если там мы не пригласили, чем я еще заниматься. И, собственно, мы танцуем вальсы, контрдансы, мазурки. Мы танцуем небальные танцы вроде джика и танцев, скажем, в Средневековье есть Стелла Сплендерс. Это танцы, которые танцевали паломники, когда пришли в Яроссалимскую землю, и они увидели звезду и решили, что это Богородица и их приветствуют. Собственно, Стелла звезда. И это танцы для себя. Мы их не показываем обычно. Это именно прийти, порадовать себя, порадовать тех, с кем танцуешь. Но иногда нас зовут. И вот нас Аня пригласила выступать в Путкинской больнице. Мы показывали несколько танцев. Причем в прошлом, в 2012 году на новогоднем концерте участвовали. Ребятам так понравилось, что в этот раз они уже сами мне написали, что «А будет что-нибудь происходить?» Однажды нас звали, мы выступали в детском доме, там мы уже не просто показывали. Собственно, показывать это мы не очень умеем. Мы танцуем для себя. В детском доме мы учили детей простых танцев. Потому что можно просто рассказать и тут же станцевать на месте, в круге. Детям, конечно, это очень понравилось. И получается, что сами мы вроде бы ничего не устраиваем. Ну, кроме балов для себя. А вот приглашением всегда рады. Правда, очень хочется вам показать, что вот мы всегда рады, но и тут стою я одна и даже вальсу одной не станцуешь. Поэтому просто сейчас покажу несколько фотографий и то, что у нас происходит на балах, на каких-то мероприятиях, которые мы устраиваем. Конечно, это Полина Вяткина. Она не только организовывает исторические танцы в больнице, но еще и пишет замечательные сказки. Спасибо. 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 Устраиваются тематические вечера, вот это было по сказкам. Устраиваются фестиваль исторического танца. нам приезжают преподаватели из других стран, показывают мастер-классы, поставят большие баллы. В честь этого приезжают также люди из разных городов России, чтобы поучиться, чтобы потанцевать. А вот это просто обиджи нам повезло через знакомых. Эта фотография сделана на старую камеру. Ведь это уже просто скан. Вообще-то это та самая фотокамера, которая с детичкой. Ну, собственно, полену можно найти вконтакте, можно присоединиться к танцам, и потом можно вместе с Полиной также радовать людей в больницах. А сейчас Юлия Тузова, Юлия Теуникова и Пётр Акимов. Аплодисменты, Аплодисменты, Юлия Теуникова и Пётр Акимов. Я вообще обещала Юлия Теуникову что-то сказать. Вот, то, что я не совсем оказалась теми, я не смогла приехать на мусотерапию, хотя очень, конечно, мечтала у меня. С детьми был полный коллапс, поэтому да, что тут оправдываться, но эта тема, конечно, замечательная и дай Бог, чтобы она развивалась и всяческие Алисе желаю успехов. Да, мне, в общем, остаётся только присоединиться к желанию Алисе. Это благороднейшее начинание и вообще я могу сказать, ну, мне не настолько большой лично у меня не настолько большой опыт выступления в различных местах, где требуется музыка, то есть на моей памяти я выступала в Морокологическом центре, то, что у меня запомнилось, и мы пару раз выступали в детском распределителе. Вот. То есть у меня совсем небольшой опыт подобных выступлений, но вот что интересно, в последнее время нас периодически приглашали выступать при храмах, при приходах, где-то при библиотеках, в общем, где собираются люди, простые люди, которые просто хотят послушать музыку, которые часто это люди за 50, где-то, достаточно одинокие, в общем, и интересно то, что я заметила такую вещь, что многие музыканты сейчас жалуются на невостребованность, что, допустим, они там приходят играть в клубы, и это мало кому нужно, и я заметила, что есть такое странное, какое-то неравномерное перевоспределение, что, допустим, в клубах часто музыка бывает не нужна, то есть предложение превышает спрос, перенасыщенность, а вот в таких местах наоборот спрос превышает предложение, и, наверное, самые лучшие наши концерты, один из которых был вчера, это было при приходе к храму, храма в село Матвеевское, наверное, это самые лучшие концерты, где пыталась выстраивать такие диалоги с педагогами.